Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про то, что же нужно знать, чтобы иметь уверенный уровень А1-А2 в любом языке, английском, немецком, в любом, который вы изучаете или хотели бы изучить. Меня зовут Морозова Ксения, я преподаватель английского, и сегодня я с вами поделюсь этой информацией. Поехали! Итак, конечно, у каждого языка есть свои особенности в грамматике, в произношении, на какие-то нужно больше времени, на какие-то меньше. Это все понятно. Я сегодня расскажу просто про основные пунктики, которые должны присутствовать, навыки у человека, который изучает язык, чтобы у него был такой подтвержденный уровень. Итак, и я выделяю обычно 4, я бы сказала, 4,5 пунктика. Первое, это, конечно, словарный запас, не переживайте, я поподробнее расскажу про каждый. Второе, это грамматика. Говорение плюс, я сюда половинку добавляю еще произношение. И последнее, это понимание на слух. Ну, то есть, это называется аудирование. Умение понимать иностранную речь на слух называется аудированием. Это все сюда входит. Первое, это вот 4 основных пунктика, 4,5. Но если в целом, то это уровень такой, когда вы можете рассказать о себе на языке, спросить, естественно, эту же информацию о другом человеке, то есть, правильно задать вопросы. И его еще называют достаточно туристическим уровнем. Я его так называю. То есть, вы можете общаться в поездках, в ресторане заказать что-то, в отеле про комнату спросить, в аэропорту поговорить. То есть, вас понимают и вы понимаете. Пусть даже вы говорите с ошибками, ничего страшного, но, тем не менее, вы можете рассказать об этом все. И, ну, иметь навыки говорения на какие-то темы, такие общая еда, работа, хобби и так далее. И есть один главный момент. Здесь вы должны это все уметь делать в трех временах. Ну, я считаю, что должны. В трех временах это, я имею в виду, прошедшее, настоящее будущее. Неважно, насколько они сложные или простые, это могут быть самые простые времена в языке. Если мы возьмем, например, английского, то это будет future simple, present simple, past simple. Не обязательно идти даже в continuous. Почему? Потому что знание и умение говорить только в настоящее время очень сильно вас ограничивают. Вы вроде бы знаете слова, вы их много знаете, но вы не можете поддержать разговор, не рассказать о своих планах, не о том, что вы делали вчера. И это сильно вас ограничивает, и вы не чувствуете себя уверенным. Все-таки этот уровень 1,2 подразумевает, что вы умеете это делать. Итак, это основные особенности для всех языков. Поехали. Первое. Словарный запас. Первый пункт. Что? Какой он должен быть? Я примерно выделяю это 300, ну, может быть, край 350-400 слов. А именно, это будет 100 существительных. Если вы забыли, что такое существительное, это отвечает на вопрос, что? Стол, кровать, диван. 100 прилагательных. Это отвечает на вопрос, какой? Красивый, красивый, весёлый, сложный, лёгкий и так далее. И 100 глаголов. 100 глаголов самых бытовых, базовых. Купить, принести, отдать, подарить, получить и так далее. В каждом языке. Я сюда не особо отношу предлоги. И всё-таки их ни сотни, ни тысячи, которые нужно выучить. Но они учатся постепенно сами с собой. Что должно входить в этот словарный запас? То есть это 300 слов, которые вы уверены, вы их знаете, помните, их применяйте регулярно. И желательно, чтобы они были, в эти 300 слов ходили, как сказать, там, словарный запас был из разных тем. Например, немножко из еды, немножко из хобби, немножко из путешествий. То есть слова из этих тем. Немножко про работу, немножко про что там ещё вам нравится. Активный отдых, отпуск и так далее. Плюс также здесь могут быть слова, если вы работаете на английском языке, или вам нужно работать, ну, из вашей темы. Но, тем не менее, они какие-то такие бытовые. Вот, тогда вам хватит. Вы можете, в принципе, расспросить обо всём, что вам нужно. И вас также поймут. Так, второй пунктик. Это у нас грамматика. Что сюда входит? Конечно, какие-то сложные грамматические конструкции. Здесь необязательные. Как я уже сказала, это умение выражаться в трёх временах. Пусть даже с ошибками. Нет, это не сильно важно. Самое главное, чтобы вас поняли, вашу идею поняли. Прошедшее будущее настоящее. Возможно, есть в каких-то языках особенности составления слов в предложении. Кстати, тоже очень важно, когда вы умеете правильно составлять предложение. Что на первом месте, что на втором. Особенно, если в языке такой чёткий какой-то есть порядок слов. То есть, это важно. Вы умеете это делать. Вы умеете это делать. И также, если вы умеете правильно задавать вопросы. Ну, например, в русском языке нам достаточно поменять интонацию, а в английском нет. Если вы помните, например, то do you, do you и так далее мы ставим на первое место. Now, present, simple. То есть, вот эти все особенности здесь учитываются. Третий пунктик – это говорение. Говорение, конечно, это самое-самое сложное, что может быть в любом языке. Потому что, во-первых, это навык, где вы выдаёте всё, что вы... Ну, всё, чему вы научились. Здесь также второй момент в говорении. Это сложно, потому что здесь подключается ваш голос. Особенно, если вам не нравится, вам будет сложно говорить. Здесь также подключается мимика, эмоции. Вы понимаете, что ваш собеседник это видит, чувствует. И если вы не уверены в этом, чувствуете себя, то, естественно, это давит на вас. Это создаёт для вас самое такое дополнительное напряжение. Самое сложное напряжение, и вы избегаете говорить. Вы можете знать много слов. Иметь много-много навыков. Но если навык говорения у вас не отработан, у вас с ним напряжение и так далее, то это сложно, естественно. Плюсиком здесь я добавляю произношение. Что я это имею в виду здесь? Это не про акцент. Американский, британский, австралийский и так далее. Это, конечно, здорово, если вам нравится какой-то акцент, и вы его тренируете. Нет, здесь это имеется в виду на данном уровне, что вы правильно произносите слова, чётко, с правильным ударением. И вы произносите это слово, и собеседник понимает его сразу. Ну, например, давайте на примере русского языка. Вот есть слово «кровать», а человек может его произносить «кровать», например. И да, иногда это понятно, забавно, но когда вы постоянно разговариваете, и вашему собеседнику приходится сильно напрягаться, чтобы понять, что за слово вы произносите, не с правильным ударением, не с правильным звуком, например. Это очень сложно и дискомфортно. Поэтому обращайте здесь внимание, как правильно произносятся слова. Ну и последнее – это понимание английское, любой иностранной речи на слух. Это, конечно, боль многих. Это называется аудирование, это, конечно, боль многих. И вроде человек говорит даже, и пишет, и все грамматические упражнения делает правильно, это раскроет скобочки, знает много-много слов, но он вообще нифига не понимает на слух. Очень. Ну, я не беру те моменты, когда ему говорят что-то очень-очень медленно, там, например, «hello», «how are you?» Я такие случаи не беру. Я беру любое живое общение в аэропорту и так далее. Это тоже нужно развивать. Сразу скажу, это навык. Это не дар божий про аудирование, что вот у кого-то есть талант, у кого-то нет. Это такой же навык, чтобы ухо раскрывалось, успевало вычленять информацию, быстро ее анализировать и выдавать. Это навык. Он развивается годами. Не нужно грустить по этому поводу. Так устроен наш мозг. Все-таки, если вы вспомните, например, маленькие дети, они когда рождаются, когда начинают даже ходить, они первые несколько лет только слушают, только потом начинают говорить по слову, по словосочетанию и так далее. Так устроен наш мозг. Но про аудирование я поговорю попозже, в другом видео. Поэтому этот навык у вас тоже должен быть развит, хотя бы элементарно с теми словами, которые вы знаете. И в той грамматике. Это future simple, например, будущее, прошедшее и настоящее, чтобы вы хотя бы могли это расслышать, то, что вы уже знаете. И если, например, в разговоре вы что-то не поняли, то ничего страшного, вы можете это спокойно переспросить, сказать, извините, я вот тут не понял, не могли бы вы сказать помедленнее, например. Вам это проговаривают, повторяют в более медленном варианте, вы это все успешно понимаете, коммуникация состоялась, все, супер, цель достигнута. Вы уже общаетесь на языке. Вот, в принципе, вот все, что я хотела рассказать. Теперь, сколько на это все нужно времени? Это требует времени, навык у каждого, свои особенности. Кто-то быстро учится, кто-то медленно. Про то, чем отличается вот этот уровень А1, А2 в любом языке и от других уровней, B1, B2, C1, C2, я рассказала в другом видео. Вы можете также посмотреть на канале или у меня в Инстаграме. Но примерно на это все, на уровень А1, А2, на такой начальный, нужно 90-100 часов примерно активной работы. Не за месяц нужно время, нужен отдых также будет, но, в принципе, за несколько месяцев можно это освоить. Уверена достаточно. У меня с некоторыми учениками есть люди, с которыми мы и за 30 часов это все осваиваем. Да, с перерывами, то есть это не 30 часов, то есть не каждый день по 5 часов мы сидим, но есть перерывы, чтобы информация усвоилась, человек ее впитал, потом снова выдал, потом закрепил. Но, тем не менее, у каждого это все по-разному. Я надеюсь, что вам это видео было полезным. Спасибо за внимание. До свидания.